Добрый день, господа, коллеги. Я рада вас приветствовать. И сегодня мы поговорим о новом явлении в нашей жизни, в переводе на русский язык Бабока. Меня зовут Ирина Гертовская, я аналитик, я организатор работ аналитиков, инженер по требованиям, руководитель проектов, в общем, в жизни у меня было все. Последние лет 15 я занимаюсь анализом и проектированием, а сейчас уже больше обучением и всякими интересными для меня вещами. Разрабатывала профстандарт Российской Федерации бизнес-аналитика, представитель программного комитета ЛАФА, ну, в общем, занимаюсь такими общеполезными делами. И скажите, пожалуйста, кто из вас выступает в роли организатора работ аналитиков? Начальника отдела, руководителя группы и выше, руководителя проекта тоже, project owner, так, не так много, да? Вот, ну, мы о вас тоже поговорим. Скажите, кто знает, что такое бабок? Так, знают все. Кто читал русский перевод? Немного. Кто читал английский подлинник? Англоязычный, о, так, тоже немного. Ну, вот, скажите, а вот те, кто читали, полезное нашли для себя или вот так? Ага, хорошо, об этом мы поговорим. Вот, ну, собственно говоря, эта аудитория я изначально предполагала для аналитиков уровня middle, плюс-минус там. Ну, понятно, что для организаторов работ, для аналитиков более высокого уровня тоже полезно это чтение, не полезно, а, в общем-то, я думаю, что необходимо даже. Но в процессе поняла, что менеджерам это тоже захватывает, там очень много пересекающихся с менеджерскими функциями, и полезно и для начинающих есть. Я вот об этом тоже поговорю. Конечно, надо очень, ну, понимая подходить, потому что 600 страниц А4 формальным текстом написанное читать тяжело, и нельзя читать. Потому что сразу погружаешься и ничего не понимаешь. Поэтому сегодня я хочу сделать такой путеводитель водный, как вообще на это смотреть. И вот поедем быстро, не отставать, потому что слайдов очень много, хочется дать много, не всё буду рассказывать, что на слайдах. Потом посмотрите. Итак, вот проблемы, которые нам встречаются, вот некоторые из них я выписала, и попробуем потом подумать, что мы закроем, что нет. И вот о чём доклад. Ну, про БАБОК, вообще зачем нам это, немножко про содержание и структуру, про инструкцию по применению, в общем-то. БАБОК – это руководство к своду знаний по бизнес-анализу, третья версия, разработанная Международным институтом бизнес-анализа Торонто-Канада. Это третья версия, начиная, первая версия в 2005, 2008 и 2014, 2015 год, вот третья версия. И в прошлом году случился перевод, ребята несколько лет работали, я думаю, многие из вас там следили и тоже там, а кто-то и участвовал. И главная цель – определить бизнес-анализ как профессию и предложить набор общеприменяемых практик. И самое важное во всём этом, что это расширяемый набор, это не что-то устоявшееся, это не наука даже, это набор практик, свод знаний. Нам это зачем? Моё мнение, это моё мнение, в одном месте описаны понятия, техники, активности, всё, что касается. Разные подходы и преимущества всего этого, с моей точки зрения, структурированность, полнота, ну максимальная полнота, понятно, что будет расширяться, но всё же. Краткость, единообразие – это всё преимущества, которые дают, понимаешь, что где, и находишь быстро, и применяешь. Особенности. Терминология может не совпадать с нашей. Есть проблемы в этом. Формальность описания. Нету примеров. Формально иногда тяжело читать с непривычки. Но, в принципе, к этому тоже можно подходить, научиться. Итак, содержание и структура. Вот, на первый взгляд, содержание и ничего не говорящее. 11 разделов, 4 приложения. Но если их разложить, мы попробуем сейчас разложить. Итак, введение. Это первый раздел. И в нём практически всё о смысле и содержании самого бабока. Вот, введение пишет. Выполняемое бизнес-аналитиком действие. Пять. Сотрудничество, разработка стратегии, управление изменениями. Это всё то, что мы делаем. И распространённое название профессий, среди них, посмотрите, и владелец продукта, и менеджер продукта, и процессный аналитик, инженер по требованию, и системный аналитик. Это всё входит сюда. Все эти практики нету отдельно. Бизнес-аналитика, системного аналитика, войти. Ну, наверное, в жизни есть. В других сферах деятельности. Итак, структура бабока. Это говорит введение. Основное содержание. Описание задач бизнес-анализа в разрезе областей знаний. Шесть областей знаний. Это важно. Вот эти области знаний будут нас сопровождать по всему нашему, не только моему рассказу, но и в дальнейшем в вашей жизни с бабоком. Вот эти шесть областей. Планирование и мониторинг, появление и сотрудничество. В принципе, эти те куски, которые мы и так разбиваем в нашей практике. И оценка решений. Это основное содержание. Расширенное содержание. Это, опять же, говорит бабок. Помогает лучше выполнять задачи. Ключевые понятия бизнес-анализа. И вот впереди циферка. Это номер раздела бабоке. Номер главы. То есть второе ключевое понятие, а потом идут области знания. Первое введение. И после этого базовые компетенции техники ракурсы. Все три очень важные вещи. И четыре приложения. Два из них. Про два из них я буду говорить сейчас. Про одно в конце. Ну и свод изменений от бабок. Они не столь интересны. Поэтому поговорим вот про вот эту часть сначала. Как ее применять и что и к чему. Глоссарий. Ну это то, с чего мы на любом проекте начинаем. Понятно, что глоссарий. И вот глоссарий. Первое. И что хорошее. Англоязычный порядок следования. Английский алфавит. Мы все так или иначе знаем английские термины. И можем быстро найти. А если русскоязычные, то тот же стейкхолдер. Это непонятно. Либо на S стейкхолдер. Либо заинтересованная сторона. Либо заинтересованное лицо. Либо актор. Либо действующее лицо. Ну все что угодно. Англоязычный порядок следования нам дает быстрый поиск. И русскоязычное описание, англоязычные термины тоже переведены. Ну в общем-то быстро можно найти. Очень хорошо его использовать, когда в команде или с заказчиком, или с другими заинтересованными сторонами есть различия. А мы считаем так, а мы считаем так. Идем в Бабо, глоссарий смотрим, говорит, ребята, вот так. Вот обоснование, мы готовы это принимать. Ну и в общем-то в процессе используем. Не надо менять, если в команде устоялось какое-то понятие. Оно со временем поменяется. А специально менять не стоит. Техники. Это вот второй снизу пункт, который расширенный. Обзор техник. 185 страниц. 50 техник. Причем эти техники еще и сгруппированы. Это группы техник даже. Например, ну я покажу чуть попозже примерчик. Где там 4-5 техник группируются в одну. Это методы, используемые аналитики в работе. Это только часть из них. И важно, аналитики по ситуации применяют те методы. Не диктует Бабок только вот это. Или там в этой ситуации. Это наш выбор, наше право. И техники будут расширяться. Да, вот описание техники. Единое. Описание по всем Бабоке каждого раздела, каждой категории единое. Вот описание техник. И сейчас мы посмотрим, что мы из этого можем вытащить, из любого описания. Вот 10.43 карта, список карты или персоны заинтересованных сторон. То есть здесь, в принципе, про работу заинтересованных сторон все, что могли собрать. И расиматрица, и луковичная диаграмма, списки, персоны. В общем, все описано. Характеристики. Хорошо, что они тут есть. Типичные виды мы можем добавлять свои. И вот они перечислены. Не забудешь. Вот. Даже если мы поручаем новому начинающему аналитику. Вот. Смотрим, делаем. И ограничения. Очень хорошо смотреть на ограничения. Вот здесь оценка информации о конкретном представителе может быть политически сложной. Не всегда надо писать то, что думаешь. И представлять кому-то. По крайней мере, есть должны быть для внутреннего. И вот осторожно к этому подходите. И работающие в одних и тех же командах могут не видеть эти изменения. Они уже привыкли к команде. И могут не видеть. А это касается. И работы со сторонними заинтересованными сторонами. Мы уже не первый проект с ними ведем. Можем чего-то не заметить. А надо обращать внимание. Это говорят особенности использования. Ну, я все не переписывала. Вот это то, что мне бросилось в глаза. Техники. Выбираем подходящую из того списка 50. И обращаем внимание на ограничения. Как же выбрать подходящую? А, сейчас поговорим чуть-чуть позже. Вот что такое задача. Это какой-то дискретный, дискретная работа. И формально или неформально часть бизнес-анализа. Это важно. Бабок определяет список задач. Это тоже важно, потому что часто аналитики говорят, это вообще не моя работа. Но вот мы идем в Бабок, все задачи тут есть. Смотрим и ищем. Как искать? Об этом чуть позже. Аналитик может выполнять и другие работы, но надо понимать, что это тогда не бизнес-анализ. Такие случаи бывают, безусловно. И формат описания. 8 элементов. Мы о них еще будем говорить. Поэтому вот. И вот про список задач. То есть вот способы применения, опять же, Бабока. И списка задач. Я здесь буду писать разделы в пояснениях, что мы с ними вытаскиваем, какую пользу. Определяем, относится ли задача к задачам бизнес-анализа. Но мы не знаем пока, откуда его брать. Поэтому восклицательный знак. Следующее. Вот я говорила чуть раньше, что мы находим технику к этой задаче. Что такое задача, мы поговорили. А вот есть еще у нас зеленым цветом. Это вот вспомогательная база элементы. Я, наверное, не очень сказала, что это база. Вернусь и скажу. Вот. Смотрите. Голубым цветом основное, розовым цветом расширенное содержание, и зеленым цветом подложка всего базируется все на глоссарии и сопоставлении техник, на основных вещах. Расширенное содержание – это тоже подложка под основным, помогает, расширяет. И мы идем, возвращаемся. Вот. Сопоставление техник. Это зелененькое, внизу, справа. Для справочных целей, в общем-то, используем. Это, в общем-то, справочник. По вертикали наши методы техники, по горизонтали разделы области знаний, на которые у нас, в общем-то, разбито все. И мы ищем соответствующую область знаний, соответствующую задачу. Вот они пронумерованы, все задачи. И ищем и находим, какие функции, какие техники можно применять. И уже видим, что нам. То есть отсюда мы очень быстро находим все техники, которые, по мнению лучших практик, да, мировых, можно применить к этой задаче. Подбираем и рассматриваем варианты, поскольку в техниках все описано, как, что, даже как делаем, кратко описано. Все очень кратко, очень сжато и удобно для применения. И точки, которые иногда забываешь в работе, даже вот при любом опыте, человек не может вместить все. И потом, когда пропускаешь, и потом вспоминаешь, ой, вот что же я это-то забыл, у меня же была такая ситуация. А здесь открываешь, и все, вспоминаешь. Вот оно все выплыло в памяти. Следующий пункт. Это из розового, из верхнего угла, базовые компетенции. Ребят, я когда посмотрела базовые компетенции, я восторглась. Это то, что мы бесконечно собираем, что наши аналитики делают, списки компетенций. Это вот их я насчитываю, по-моему, уже пять, которые ходят руками. Здесь это на 30 страницах, все очень кратко сжато, и есть и хард, и софт, в общем-то, и очень серьезно. То есть мировой опыт нам дает то, что мы сейчас с удовольствием тратим на это километры времени нашего. И мы посмотрим, как самое важное. Они разбиты на категории «легко искать». И описание компетенций содержит, очень мало содержит, назначение определения и оценку эффективности, как оценить. Сейчас вот на примере посмотрим. А это точки роста. Это мы смотрим, чего у человека не хватает, или что у него хорошее можно применить, и даем возможность развиваться. Применяем для оценки и развития компетенций. Так вот, пример проскочила. Аналитическое мышление и... Что у нас там было? Решение проблем. Ключевые компетенции. Вот их семь. И я взяла одну первую. Творческое мышление. Вот оценки показателей эффективности. Их пять. Посмотрели, есть, нету. Чего не хватает, то и развиваем. И все очень быстро. Это мне, как начальнику отдела, гигантская помощь. Была бы и в свое время. А мы все это пишем, придумываем. Это тяжело. А тут вот подсказка. Итак, базовые компетенции мы принимаем для оценки и развития компетенций. Конечно, это не только для оценки, но и для развития человека. И каждый может сам это посмотреть. Не только это начальнику отдела. Я себя смотрю, о, мне не хватает вот этого. Идем развивать. Ракурсы. Классная тема. Это средоточие внимания на специфичных задачах и методах. Вот пять ракурсов. Agile BI. Бизнес-архитектура. Информационные технологии. Информационные технологии – это про классическую разработку, в отличие от Agile. Ну и управление бизнес-процессами, поскольку оно тоже входит в бизнес-анализ. Это Project Toner. Вот оно входит. И можно его спокойно использовать. Будет классно. Разделы. У каждого ракурса вот эти разделы. Объем изменений, то есть особенности применительно к этому ракурсу, к этой категории. Скоп бизнес-анализа, подходы техники, базовые компетенции, влияние на область знаний. Я не приводила пример, я посмотрела, мне понравилось. Про Agile прямо написано вот хорошо. И мы ракурсы заостряем внимание на особенностях применения. Там, конечно, иногда в техниках и в задачах есть упоминания, а для Agile вот так, но очень мало. Поэтому, конечно, надо поднимать вот те главы про ракурсы. Итак, посмотрим на проблемы. Можем ли мы что-то исправить? Ну вот путаницу в терминах мы можем исправить? Можем. Какие инструменты и техники лучше выбрать? Ну, по крайней мере, про техники знаем. И как оценить аналитика, даже если он уникален? Не самого аналитика, а его компетенции. Тут вот немножечко я не дописала. И идём дальше. Итак, мы вот это рассмотрели. Переходим к этой части. И понятно, что ключевые понятия. То есть вот здесь, смотрите, содержание уже распадается у нас на части, в нашем сознании. То есть у нас есть база зелёная, у нас есть то, что расширяет, улучшает подходы. И есть, собственно, области знаний наши, по которым мы и будем сейчас пройдём. Но перед этим ключевые понятия бизнес-анализа. Это та глава, которую должен знать каждый аналитик. И его немного на самом деле. Вот пять разделов. Модель базовых понятий, я думаю, её должны знать. В общем-то, понятийный каркас и связи. Ключевые термины. Смотрим в них. Схема классификации требований. Ну, я сомневаюсь, что кто-то не знает этого, да, в этом зале. Но, тем не менее, заглянуть всегда полезно. Потому что с понятиями, что такое бизнес-требования, что такое бизнес-цели, вот обычно всегда очень сложная напряжённость. Заинтересованные стороны – это то, для кого мы работаем. Очень много в бабоке. Я сейчас буду меньше говорить про заинтересованные стороны, но, в принципе, очень много этому уделено времени. И требования дизайна. Вот модель базовых понятий бизнес-анализа. Я не буду о ней останавливаться, скажу только, что важно, если изменяется базовое понятие, то это основание для пересмотра всех связанных. И нам это надо понимать, и это надо проводить через свою работу. И тем, кто планирует, и назначает задачи, и тем, кто, собственно, сам делает. Потому что, ну, часто бывает, что вот там изменилось, а мне это не задавали, я туда и не глянул. К чему это приводит? Это приводит, ну, в критических случаях к срыву сроков или к сломанной функциональности. У меня такие истории были на памяти, но время не позволяет. Итак, ключевые понятия. Обязательно изучить. Вот я бы рекомендовала вообще, вот если уровня middle и senior на собеседовании или просто на переаттестации проверять. Ну, если люди это знают, то ничего в этом страшного-то и нету. При изменении базовых понятий мы смотрим на изменения, нужно ли изменять остальные. Ну, например, базовое, все-таки я скажу. Изменился класс тейкл, ну, заинтересованных сторон. Добавился в пользователей. Это значит, что надо пересмотреть все. И потребности, и ценности, и, возможно, это даже контекст изменится. Я уже не говорю про изменение решения. Это если мы вернемся вот этой нашей красивой картинке. То, что связано. То есть изменилась заинтересованная страна, расширилась или уменьшилась. Вот. И так, мы прошли, дошли до областей знаний. В каждой области знаний указаны задачи, четко указаны. И вот здесь мы видим задачи, это группировка задач. Соответственно, мы можем посмотреть, и смотрите, вот это планирование, мониторинг, выявление сотрудничества, это проорганизацию и взаимодействие с заинтересованными сторонами. Три. Они вот такие, и они на протяжении всего жизненного цикла. И вот три, которые мы, собственно, анализ, проектирование и вот оценка решений. Они немножко распадаются, я вот сделала их по три. Бабок тоже делает по три, но я эту картинку не привела, времени не хватит на все. И у нас здесь, мы уже знаем, где искать список задач. Соответственно, вот формат описания задачи, еще раз, мы сейчас до него дойдем. То есть, мы можем уже сейчас закрыть те два восклицательных знака, которые мы ставили. Мы уже знаем, относится задача к задачам бизнес-анализа или нет. Можем посмотреть. И, так, ключевые понятия, да. И вот то, что я говорила, планирование, мониторинг на весь процесс, а анализ стратегии, анализ требований, цинка решений, все-таки в определенные промежутки. И спектр ценностей. Это вот тоже интересная вещь из Бабока. Потенциальная ценность, ее важно определять, она сюда смотрит, а реальная туда. И вот задачи, которые мы по областям знаний выполняем. А планирование, выявление и управление жизненным циклом, они на протяжении всей ценности. Что же такое область знаний и как она описывается? Это вот шесть вопросов, которые освещаются. Описание про конкретные компетенции, описание, ссылка на связанные понятия, область знаний на спектре, где находится, список задач, то, что я уже показывала, список задач тоже показывала, список работ аналитиков по модели базовых понятий, вот этот шестиугольничек, и диаграмма входной и выходной информации. В принципе, вот сейчас вы уже все это видели, знаете, где можно достать, открываете соответствующий раздел и смотрите. Вот задачи. Работы аналитика, я здесь их показала в таком виде, но там в бабоке таблица и каждому базовому понятию, что делает аналитик в этой части, в этой части. И очень удобно смотреть, что же назначать, когда, то есть для меня, как для руководителя аналитиков, понятно, что не забыть, вот очень важно, что не забыть. И мы подошли, в общем-то, к способам применения, почти к концу, список работ по базовых понятиях, по модели базовых понятий, внимание на целях заинтересованных сторон. Вот это то, что я, в принципе, не очень заостряла в течение своей лекции, потому что все, не включишь, но очень много там этому уделено, в бабоке уделено внимание. Контролируем при изменении базовых понятий. Обязательно. Наши все работы, которые касаются всего, может быть, там анализ вернутся, может быть, управление жизненным циклом требований, надо посмотреть верификацию, сделать валидацию. Описание задач и областей мы используем в общем-то для и, во-первых, подготовки, во-вторых, разрабатываем шаблоны. То есть, если нам надо чек-листы, шаблоны, примеры, мы берем, открываем, вот оно все написано, выбираем то, что нам надо. И на примере задачи про верификации, вот я немножко показала, техники, вот они все здесь, это из соответствующей главы, где про верификацию требований. Входная и выходная информация, техники, инструменты, все тут уже есть. Характеристики качества из бабока не полный список, он договорит, расширяется, вот они, мы можем уже тут сказать, вот аналитик, бери, смотри, делай. Или аналитик говорит, о, класс, я вот знаю, что верифицировать. Действия верификации, чек-листы, что проверять? Там еще чек-листы можно делать по стандартным функциям и специфическим, которые нам именно в нашем в нашей системе необходимы. Диаграмма входной и выходной информации, я для примера. Вот она так есть в каждой задаче. Выводы для всех. Применяем вот самые простые методы дают исправление, может быть, самых тяжелых, грубых ошибок. Вот те, которые я говорила в начале, их применяем и уже у нас голова не болит. Про них глоссарий, описание техник и сопоставление техник. Описание техник, я знаю, что там надо написать, что там надо посмотреть. И применение техник определяет аналитик. Техники можно и нужно расширять, иногда нужно, иногда придумываешь что-то. Учитываем методологию, смотрим ракурсы и при выполнении сверяемся с тем, что написано. Даже если постоянно это делаем, иногда заглянуть, вот мышление наше таково, что отсевает что-то, что-то, то, что не на виду, а иногда и на виду отсевает, поэтому хорошо заглянуть лишний раз, пробежался перед задачей, возобновил. Ключевые понятия знать, применять чек-листы, шаблоны, нотации и самим их разрабатывать, концентрировать внимание на интересах заинтересованных сторон. Я мало рассказывала, но там все это есть. И для организаторов работ аналитиков это для всех, это не только для тех, кто сегодня там при должности. Каждый организатор сам себя в том числе, поэтому вот вперед. И вот для меня Бабок большой помощник во всех этих работах и в планировании, и в организации заинтересованные стороны, и в организации работ с ними, и уж много чего по составу работ, особенно когда новый проект, сложная функциональность или вообще там стартап, вот, пожалуйста, можно. И совсем не обязательно делать все, но ты увидел, выхватил и видишь, что тебе надо. Ну, в общем, мне очень не хватало в свое время такой книги. Вот, и я желаю вам это применять, использовать. Благодарность переводчикам, коллектив переводчиков, было общественное ревью, были спонсоры, и это вот такая оранжевая книжка, здесь ее не привела, а хотела. спасибо за внимание, я готова отвечать на ваши вопросы. Да, вот спрашивали мои контакты и вверху группы в телеграме, в фейсбуке, вот, приходите, мы уже год существуем, иногда чего-то делаем полезное, я слушаю. Ирина, спасибо большое, действительно, необходимо было нас свести с этим инструментом еще раз, я хотела бы все-таки вернуться к тому вопросу, почему не стоит начинающим аналитикам, начинающим бизнес-аналитикам знакомство, начинать знакомство с бизнес-анализом именно вот с этой книги. Почему не стоит? Стоит, если знать, как подходить. То есть, вы берете, как начинающий аналитик, вторую главу, там ключевые понятия. Еще немножечко сложный язык, нет примеров, вот поэтому. А так, вторая глава обязательно для изучения. Обычно изучаем все равно все это, аналитики изучают, другими средствами. Здесь все очень кратко, но немножко формальный язык. Не всегда те понятия, которые у нас в обиходе. Не всегда те понятия, которые у него будут на первом месте работы. Вот это может разорвать. А как настольная книга полезна? Да, вот там. Добрый день. У меня вопрос такой. Очень часто про книги по программированию говорят, что к моменту перевода на русский язык они безнадежно устаревают. Можно ли то же самое сказать про бабок? Безнадежно что устаревает? Трудно поближе. Прошу прощения. Безнадежно устаревают данные. Постоянно что-то новое придумывают, новые методики, новые технологии и бабок всегда ли будет актуален? Спасибо за вопрос. Вопрос замечательный, поскольку состоит из нескольких вещей относительно актуальности бабок. Конечно, он такой плотный и хороший, он должен развиваться. То есть вот это третье издание, оно довольно серьезное, но то, что он будет развиваться, я не сомневаюсь, должен. Новое добавление вот сейчас. Я очень много вижу в бабоке пересечений с инженерией, мне бы точнее, вижу немного, но мне бы хотелось больше видеть пересечений с инженерией требований. Это то, что мы используем, в общем-то, так или иначе, и хочется это совместить. Вот у меня такая тяга. Поэтому развиваться он будет, база все равно остается относительно того, что устарело, что быстро устаревает. Ну, понимаете, когда пишут некоторые вещи, домен дизайн, да, там вот еще там палки, но мы же так работали в начале, все программисты предметную область знали. Не было такого, чтобы программист сказал, как бизнес-аналитик напишет, я так и сделаю, что я вот в течение последнего десятилетия слышала неоднократно. Мы же сами были аналитиками, постановщиками, проектировщиками, разработчиками. Ну, да, были средства другие. Да, сейчас средства позволяют больше, поэтому пошла специализации. Ну, принцип-то один и тот же. Человек должен понимать, ради чего он это делает, и, собственно, к этому стремиться. Поэтому, ну, можно говорить о том, что устарело. Ну, я особо не вижу, чтобы устарел Коберн, Вигерс, там, ну, вот, такие классики. Они переходят на новый этап, на новый виток. то, что перепевки после них, а стоит их читать, когда есть первоисточие, например, а может стоит, не знаю. Да, спасибо. Ну, если не, да. Спасибо за доклад. Именно метода последовательности применения для проектирования и проведения бизнес-архитектуры анализа раскрыто в Бабоке или только своды знаний и техники? Методы применения. Как АДМ, допустим, в Тагарте, да, на то, что последовательные идут базы на проектирование. Вы знаете последовательность? Пожалуй, нет. Может быть, где-то, я не уверена, что это не раскрыто в ракурсах. Вот я не очень изучала это. Я не уверена, что это не раскрыто в работах с заинтересованными сторонами. Я только вот, ну, как, не погружалась полностью. Но вообще Бабока говорит, что я не даю вот полного, вот, делай раз, два, три. Ну, проборка такого хотя бы последует. Это все-таки оставляет он на уровень выбора самого человека, как комбинировать. И это же не требование железобетонное. Это та подсказка, за которую можно уцепиться. Вот вот это не забыть. Вот это я еще вот это где-то было, надо посмотреть. Вот цель вот такая. И именно на этом мы допускаем очень много ошибок. еще что зачем следует это как-то мы разберемся нормально, понимая. И смотрите, на самом деле вот выстраивание вот этих трех областей знаний, анализ стратегии, ну, говоря нашим языком анализ и проектирование и оценка решений. Вот путь основной. И как-то мы это еще понимаем, знаем. а вот как сам метод не упустить, не забыть, какую работу не упустить, вот это нам в помощь. Ну, потом, не знаю, мне очень нравится, что по нему можно делать шаблон любой работы, а это очень много. Вот, чек-листы, пожалуйста. Да, Саша. Ирина, спасибо за доклад большое. У меня немножко отвлеченный вопрос. Бабук, это же один из инструментов подготовки к международному экзамену. А вот своим опытом поделитесь, пожалуйста, люди, которые сдают этот экзамен, действительно ли это гарантия хорошего специалиста? Спасибо. Очень хороший вопрос. еще где-то в начале двухтысячных я попала на какой-то даже не знаю чей сайт, форум, что-то такое аналитиков. Вообще это было одно из первых. И там было сказано, ну, были тогда майкрософтовские экзамены, еще какие-то, и там было сказано, хороший аналитик это не тот, кто сдал экзамен. И тот, кто сдал экзамен, не хороший аналитик. Вот это неравноценные вещи. Из своего личного опыта, тех, кого я знаю, Таня Теренина, вот такой аналитик. Денис Гобов, вот такой аналитик. Ну, еще некоторых я знаю там из компании. Ну, Саша Белин, вот тоже такой аналитик. Ну, многих не знаю, конечно. Собственно, вот. Спасибо за вопрос.